Мы снова встречаемся в программе «Будьте здоровы» и продолжаем тему «Здоровый образ жизни». Татьяна Ситникова у микрофона, всех приветствую. Ко мне готовы присоединиться, уже хорошо знакомые по нашим эфирам эксперты. С удовольствием называю их имена. Александр Анатольевич Соболев, эндокринолог, главный врач Кировской клинической больницы номер 7 имени Юрловой, руководитель регионального эндокринологического центра. Александр Анатольевич, здравствуйте. С возвращением из отпуска с Байкала. Я сказала, эксперт, и сегодня должен был присутствовать еще Василий Зонов, директор компании «Ключ здоровья». Он, к сожалению, сегодня не может быть с нами. Но я думаю, что это полноправный участник и главный партнер этого проекта. И, в принципе, очень символично, что именно «Ключ здоровья» компания, которая обеспечивает город Артизианской чистейшей водой, именно партнер такого проекта и за здоровье, за здоровый образ жизни. Ну что, мы вдвоем, мы в пельняшках, кажется, так говорят. Кстати, не была на Байкале, вы оттуда только что вернулись. Как там решается вопрос, вот, чистой питьевой воды? Мы об этом так много говорили в наших эфирах. Ну, у жителей прибрежной полосы есть, имеется в виду, кто живет рядом с Байкалом, у них есть огромное преимущество, они имеют под боком, по сути дела, огромное количество именно чистой питьевой воды, которая, к счастью, не обезображена стоками промышленными. Сейчас последний целлюлозный комбинат, который был на берегу Байкала, сейчас по экологическим соображениям был закрыт. Соответственно, сейчас практически вот эта наша природная, можно сказать, ценность российская, она сейчас, по сути дела, находится в первозданном виде. Не может похвастать такой чистотой, да? Ну, хотелось просто об этом спросить, потому что давно мечтаю побывать на Байкале. Наверное, начнем с почты, как всегда. Мы договаривали, что будем говорить и о здоровом питании, ну, вот и тема воды, здорового питания, вопросов очень много на сайте Эхо Кирова. Итак, первый вопрос. Вот он поступил от Ирины, но, мне кажется, ответ на поверхности. Прочитаю. Диетологи утверждают, что зеленый чай способствует быстрому обмену веществ, выведению из организма шлаков. Вы утверждаете, что вода лучше всего, хорошая вода, чисто с этим справится. Но я думаю, что хороший зеленый чай, да хорошая вода, вот и все, да? Да, вы, по сути дела, на этот вопрос уже ответили. Буквально несколько штрихов, может быть. А полезности чая? Нет, я даже вот по-другому бы сформулировал. Одно другому не мешает, а в своей укупности, наверное, действительно, эффект, по сути дела, здоровительный получается. Ни для кого не секрет, что основа это вода, вот. А зеленый чай, это еще и эмпирически были такие данные получены, да? Это зеленый, его родина в Китае. Даже в рамках традиционной китайской медицины это считалось как лекарственное средство зеленый чай, да? Ну и современные исследования, они тоже говорят о том, что сам по себе чай, зеленый в частности, не ферментированный, он является одним из, ну, самых, наверное, эффективных напитков в плане оздоровления. Кстати, я кофеман, но вот кофе, как-то уже привык, видимо, организм насытился. Вот если нужно взбодриться или хорошо так себя, энергичнее чувствовать, лучше зеленого чая, вот, в общем-то, ничего не придумать. Я солидарен, потому что там есть как раз те вещества, которые являются и обладают стимулирующими действиями, в том числе и психостимулирующими. Идем дальше. Следующий вопрос наших радиослушателей. Хотелось бы побольше узнать о влиянии питания с косметической точки зрения, вот болезни кожи, ну, видимо, какие-то высыпания, речь об этом. Что можно сказать? Ну, наверное, начать нас с того, что внешнее проявление каких-либо заболеваний или поражений кожи – это суть процессов, происходящих внутри организма. Чаще всего это следствие каких-либо или болезненных процессов, которые происходят, или нарушения обмена, может быть, и как следствие появления высыпания, если мы о высыпания говорим, или изменения тургора кожи. Жирная пища, кстати, да, вот, наверное, этому способствует? Да, вы просто меня опережаете немножко, да. Безусловно, я хотел сказать, что какие-либо кожные поражения, они не самостоятельны, это не первая причина, первая причина в другом. В том числе и продукты питания, условия питания, пища, которую человек принимает, безусловно, она влияет, в том числе и на кожаные покровы. Вот как действовать, когда такие в испании? Проверить, создать анализы, к какому доктору подойти? Безусловно, если гноничковые какие-либо поражения, в том числе и к эндокринологу обязательно нужно обратиться, или хотя бы сдать, определить уровень сахарокрови, потому что одним из симптомов, начальных симптомов второго типа сахарного диабета является, в том числе, и гноничковое поражение кожных покровов. Это вот частный такой, да, частный аспект, вот, и по поводу профилактики поражения кожных покровов, я бы рекомендовал значительно ограничить жирную пищу и углеводистую, особенно с быстро растворимыми углеводами. Ну, одним словом, не стоит отмахиваться, да? Нет, это должно быть базовым подходом, то есть, если мы решаем проблемы с заболеванием кожных покровов, мы решаем вопрос, первоначально проблема диеты, а в последующем уже медикаментозный средств, но, безусловно, через консультацию специалиста. Самолечением здесь заниматься не нужно, потому что часто достаточно за такими внешними проявлениями скрывают достаточно серьезные заболевания. Это нельзя игнорировать. Ну, это был вопрос от Светланы, думаю, что Светланы мы вам ответили. Ну, да. Не теряйте время, если такие проблемы существуют. Следующий вопрос от Антонина по писью. Моя мама-сердечница слышала, что можно пить воду по особой схеме. Вот я, честно говоря, никогда не слышала. И это благоприятно влияет на сердце. Вот так ли это? Вопрос от доктора Соболева. Ну, здесь сформулировано, как в кавычках, сердечница. Ну, так, обобщенно, наверное, очень разные могут быть. Да, сердечница – это, может быть, совокупность разного рода заболеваний, где предполагается поражение сердца. Поэтому здесь исходить нужно из того, что есть норматив потребления жидкости для взрослого человека от 1,8 литра до 2 литров. Вот и вот физиологическое необходимое количество жидкости. Некоторые говорят, что надо больше. Ну, это вопрос достаточно спорный. Все-таки мы останавливаемся на этих цифрах. Если есть, я уже в предыдущей передаче говорил, если есть, все-таки, у нас какие-то проблемы с сердцем, здесь надо очень подходить осторожно с нагрузкой жидкостью, в том числе и водой. Ну, то есть не перегружать? Безусловно. Не перегружать? Безусловно. Это зависит от диагноза, насколько я понимаю, рекомендации. Вот эти вопросы надо в каждом конкретном случае задавать своему лечащему доктору. Просто так подходить и где-то услышать или узнать о том, что существуют какие-то методики. На мой взгляд, даже сама методика осталась странно звучит. Ну, вот ответим Антонине таким образом, что в любом случае здесь очень индивидуально и зависит от диагноза. Безусловно. А схема такая подбирается докторам. Есть замечательный принцип медицинский «не навреди». Поэтому здесь… По нему бы всегда действовать было бы неплохо, да? Ну, поэтому надо распределиться. Вопрос от Леонида. Интересует вопрос суточной нормы жиров, белков и углеводов. Вот что лучше на завтраке, на ужин, чтобы сохранить хорошую форму? Мужской такой вопрос, тут не знаю. Очень короткий вопрос, в то же время он требует… Он, наверное, такой детального изучения. Да, такого ответа, да, глубокого. Ну, давайте как-нибудь так, полаконичнее, хорошо? Да, я постараюсь. Соотношение, в принципе, оно есть, оно известно. Действительно, баланс должен быть. Пища должна быть сбалансирована по составу, по колоражу уверена. И понятно, что продукты питания должны быть здоровые, без всевозможных консервантов. По соотношению, значит. Если мы, допустим, употребляем в течение суток определенный объем пищи, значит, от этого объема пищи до 30, от 25 до 30 должны составлять жиры. Процент, я имею в виду, от общего объема суточного, прицового. Белки должны составлять 1,5 грамма на килограмм веса взрослого человека. Ну, я цифрами... Да, вы опережете цифрами, я думаю, кто же так это будет считать? Или есть люди, которые действительно все считают, но среди ваших, наверное, больных, наверное, есть. Давайте все-таки проценты, я все-таки скажу. Хорошо, как положено, как доктор. Вот, да, я уже не буду в расчеты там вдаваться. Вот, и белок, белка от 15 до 20 процентов от общего объема, ну и все остальное должны составлять углеводы. Углеводы должны превалировать в суточном рационе. Это очень необходимая вещь. Соответственно, если нет урушения углеводного обмена, там, соответственно, своя коррекция должна быть. Вот, для того, чтобы четко знать именно для конкретного человека, сколько, в каком количестве, в каком соотношении сделать, это нужно делать индивидуально. Есть специалисты, которые для конкретного человека рассчитают то, что ему необходимо есть, предсоставят примерное меню. Собственно говоря, любой житель Кировской области, любой гражданин может использовать это в своей повседневной жизни. Хотя это опыт подсказывает, что это достаточно сложно, но это можно. Есть специально, извините, обученные люди, да, специалисты, которые помогут в индивидуальном плане составить необходимые... Помните, мы говорили о центрах здоровья. Совершенно верно. Вот, к примеру, вот там, да, вот, если было бы такое желание, я могу подойти и сказать, вот, хочу питаться правильно. Да, мы снова возвращаясь, мы уже говорили в прошлых передачах, вот, в Северной больнице есть специальный, есть специалист, который как раз вот занимается проблемами питания, в первую очередь. На базе нашей больницы номер 7 работают такие специалисты, можно, если у них звучит, врач-диетолог, который тоже дает подобного рода рекомендации. А, кстати, вот такие врачи, врачи-диетологи, это сейчас распространенное явление или они редкость не давают? Я хочу сказать, что эта специальность востребована. Услуги этого специалиста очень востребованы, и количество пациентов, которые обращаются, в том числе по рекомендации специалистов других профилей, достаточно большое, и это количество растет. И люди озаботились проблемами излишнего веса, ну и, соответственно, и специалисты уже по своим профилям, они тоже понимают значение вот этой проблемы и поэтому направляют к тому специалисту, который может в этой ситуации помочь. Видите, какой обстоятельный ответ. Я бы ответила, что завтрак должен быть калорийнее, а ужин полегче. Ну, в народе вот так вот, да, попроще-то мы говорим, когда не сидим с калькулятором и считаем эти цифры. Вот следующий вопрос, опять же, тема воды, вот она все-таки нас не оставляет, чистой воды. Но тут вопрос критический. Давно понятно, что вода из-под крана, имеется в виду Киров, годна только для мытья полов и посуды, вот так вот, да, вот пишет человек. Почему власти не принимают должных мер? Мне кажется, почему? Понятно, потому что денег у нас мало, наверное, ответ на поверхности, да? Но вот, ну почему? Я ответила или... Немного растерялся. Ведь помните, была даже федеральная программа «Чистая вода», но куда-то она ушла в прошлое, вот мы говорили о серьезном финансировании. Я бы с бытовой точки зрения к этому вопросу подошел. Вот сформулировано таким образом, что, ну, как бы, никто этим вопросом не занимается, все пущено самотек. Я не готов с этим согласиться, у нас есть нормативы, да, вот, есть анпины, вот, соответственно, есть организации, которые контролируют, в том числе и качество питьевой воды. Ну, это точно. Да, если они контролируют и дают такое заключение, то номинально мы можем предполагать, что эта вода, в принципе, скажем так, менее токсична. Но я бы хотел еще вот какой момент важный ответить. Лично я, конечно, потребляю в основном воду для пищи, для питья, или бутилированную, или из артезианских вот этих вот источников, да? Мне кажется, это большинство, это позиция большинства. Это абсолютно нормально, вообще надо питаться, пить здоровую воду чистую и питаться здоровыми продуктами, без всяких консервантов. Вот, и какая проблема здесь существует по поводу водопроводной воды? Безусловно, кипячением мы решаем проблему только одну, проблему бактериального загрязнения. То есть мы убиваем микроорганизм с методом кипячения. Соответственно, мы обеззараживаем, то есть биологическую опасность мы устраняем, если мы нормально прокипятим. Но есть второй момент. Значит, нормально. Ну, нормально, это да. До кипения. До кипения, да. Сейчас автоматические чайники, они сами нам показывают, когда достаточно, да? Так, понятно. И второй момент. Опять же, возвращаясь в водопроводную педаль. Но, с учетом того, что у нас, ну, насколько я могу предполагать, неплохо проводится очистка воды, да? Вот. Но вода же идет у нас по водопроводной системе, которая, к сожалению... Оставляет желатую. Я думаю, никого не секрет, да, что она предполагает, что может быть попадание посторонних примесей через нарушенную целостность этой водопроводной системы. Ну, и, соответственно, в процессе доставки вода, ну, скажем так, теряет свои, в том числе, органолитические свойства. Особенно мы это видим во время паводка, осенью это бывает, да? Вот. И поэтому исключить попадание токсических веществ мы не можем. Но для того, чтобы решить эту вот проблему в глобальном плане, это ведь проблема никакого-то конкретного населенного пункта, даже региона, края. Это проблема стран, наверное, потому что есть страны, которые эту проблему решили, которые на пути решения этой проблемы где-то еще этим не занимаются. Где-то, извините, пьют просто из открытого водоема... С риском? Да, про риском, в том числе, инфекционные заболевания. Слава Богу, мы живем в другой стране, вот. Но для того, чтобы радикально решить эту проблему, как мне видится, здесь, безусловно, нужно колоссальное вложение на всех этапах подготовки питьевой воды. И следующий момент, по всей видимости, это решение только через какие-то целевые программы, о чем, кстати, вот вы сейчас говорили. Ну, кстати, вот вы в курсе про федеральную программу «Чистая вода», об этом мы еще совсем недавно так много говорили. Я слышал, что такая программа рассматривалась, проект выносился, да. Там, по всей видимости, ну, насколько я помню, речь шла в том числе о каких-то видах очистки этой воды. Я, ну, если я правомощен об этом говорить, я считаю, что здесь должен быть комплексный подход. Комплексный. То есть это не... В данном случае, наш регион... Не нужно делать акцент только на очистке или акцент делать там на конечном пункте доставки. Нет, здесь комплексное решение должно быть. Во-первых, где добывается, состав исходный, степень очистки, методы очистки, способы доставки, химический состав всей этой системы и, в конечном итоге, как правильно употреблять эту воду. То есть это колоссальная проблема и ресурсозатратные. В общем, наручь считайте, сколько нужно вложения, чтобы решить эту проблему. Это решение только возможно на федеральном уровне. А вот вопрос хлорирования воды, ведь это же вот как раз обеззараживание. Здесь доктора бьют тревогу, насколько это вредно для организма? Ну, традиция обеззараживания здесь, ведь кроме экологического и проблемы здоровья, тут еще экономический момент нужно рассматривать, потому что попытка хлорировать воду, она идет с 30-х годов прошлого столетия, в массовом порядке, чтобы... Тогда существовала проблема в конце 19-го, в начале 20-го века, проблема бактериальной загрязненности, передачи инфекционных заболеваний, в том числе через питьевую воду. Соответственно, хлорированием жидкости, ну, питьевой воды в частности, мы решали проблему как раз устранения бактериального загрязнения. То есть, одну проблему мы решали. Но, с другой стороны, если у нас в воде находится хлор, независимо от того, какая там концентрация хлора, или это обычный активный хлор, или это гипохлорид натрия, который вот сейчас используется в очистке, мы все равно гипотетически предполагаем наличие ионов хлора в этой воде. Оно свою задачу решает, проводит бактериальную очистку, но, с другой стороны, если мы предполагаем, что органические вещества у нас попадают в процессе доставки воды, и хлор может взаимодействовать в том числе и с этими органическими остатками, то возможно предполагать, что питьевая вода может иметь ограничения для употребления ее внутрь. Ох, как Вы тут завернули! Ну, одним словом, я пытался найти самые дипломатические варианты ответа на этот вопрос. Ну и последний вопрос, пожалуй, возьму с сайта. Ну, наверное, мы даже ответили уже на него, можно ли пить воду из-под крана после кипячения. Ну, можно, да? Те нормативы, которые существуют, те организации, которые занимаются проверкой этого, утверждают, что это возможно. Так что народ... Что мы скажем народу? Народу мы скажем... Пейте хорошее, выбирайте воду, следите за ее составом. Наверное, так скажем. Есть, опять же, такое понятие, как делай, как я. Это Вы на себя стрелки? Да, вот сейчас, да, хочу сказать, что я, лично я стараюсь в меньшей степени пользоваться водопроводной водой с целью утоления жажды, часто. Беспользованием приготовления пищи. Помните, Александр Павлович, Вы рассказывали такую историю, что, я не знаю, к Вам приезжал гость или что-то знакомое из какого-то крупного мегаполиса, и Его угостили, привезли на дачу, стали угощать чистейшей родниковой водой, которой вот хозяин гордится. Он попробовал, говорит, ничего-то невкусного, чего-то не хватает, да? Вот она привычка города. Такая история была, но если человек, допустим, у всех у нас свои органолептические вкусы, то есть восприятие, да? Вот, если, допустим, с младенчества человек потребляет определенную пищу, определенную воду, он уже запоминает ее вкус. Вот, если какой-то альтернативный напиток, в частности, предлагается, да, то сравнение возникает. Когда человек привык воду пить, где обильно хлорирование проводилось, то, соответственно, родникова, да, как я могу предполагать, вызывает. У него, ну, скажем так, отрицание в том плане, что она не имеет вкуса, я цитирую. То есть у вас безвкусная вода, таким образом. Вот они, плоды цивилизации. Видимо, хлор ему давал какие-то вот такие вкусовые ощущения, которые были приятные. Да, в городе. К сожалению, продолжается тенденция к формированию стереотипов питания, которые связаны с обильной, жирной, высококалорийной пищей. Вот это по-прежнему сохраняется. И, к сожалению, проблемы у нас усугубляются. Мы сейчас это видим на молодом поколении, которые вот как раз используют в своем рационе абсолютно нездоровую пищу. Получается, какой-то даже американский след, вот, да, вот можно сказать, да? Он даже не след, а просто американский стереотип питания. Хотя я должен сказать, что сейчас в Америке принята национальная программа по борьбе с повышенной массой тела, с ожирением. И в том числе, в том числе, сейчас во многих штатах, в школах и в детских садиках запрещено продажа кока-колы, других напитков, которые содержат газ. Вот, кроме того, всевозможных чипсов, всевозможных фасходов. Там активно используется молоко, чистая питьевая вода и прочие-прочие здоровые продукты. То есть, вот это я для примера просто говорю. То есть, даже Америка уже идет сейчас по этому пути. Вот, у нас же, к сожалению, пока другого рода проблема. Вот, я бы совет какого плана дал. Проблема многогранная, ее в двух словах не скажешь. Но основные принципиальные вещи, еще раз говорю, пища должна быть здоровой. Вот, содержать, или лучше вообще не содержать какого рода красителей, разгустителей, разрыхлителей, вшеделей вкуса, глютамата, натрия, всего прочего, что добавляется в первую очередь в сублимированные и консервированные продукты. Вот, эту пищу желательно вообще исключить из своего рациона. Вот, просто, даже не возмущением... Ну, давайте вот на вашем личном примере. Вы приходите в магазин. На что вы в первую очередь обращаете внимание? Я стараюсь брать пищу какую? Ну, грубо говоря, грубую пищу. То есть, если, допустим, я беру хлеб, я беру, чтобы наличие от рыбельной было. Стараюсь брать жены продукты. Вот, если, стараюсь, допустим, пирожные, там, торты, я, естественно, это не беру. То есть, это практически в моем рационе, это исключено. Праздник, день рождения, ну, с чего, позволим немножко. Ну, день рождения раз в году. Ну, не норма, да? Не балуйте себя часто. Нет, нет, это нужно допускать такое. То есть, человек же не может постоянно вести аскетический образ жизни. Это просто некомфортно будет. Вот, праздники всегда нужно устраивать. Да точно, согласна. Но в любом случае должна быть мера. Следующий момент. Когда вот железные правила есть, которые, в общем, везде существуют, достаточно распространены. В магазин не нужно ходить голодным, потому что ты набираешь абсолютно ненужные, возможно, продукты. Кроме того, надо стремиться к тому, чтобы продукты были максимально свежие. Для этого есть сроки годности, их надо обязательно учитывать, тем более в наших магазинах на это надо внимательно смотреть. Есть еще огромный плюс. Вот, в современных супермаркетах практически в каждом продукте выказывается калорийность. Вот, мы имеем возможность на это обращать внимание и, соответственно, набирать те продукты, которые нам позволяют сформировать суточный наш рацион. Вот такие советы, доктор Соболева. Можно я еще один добавлю? Сады, огороды выращивайте на своих грядках, экологически чистые продукты. И это, наверное, будет очень здорово. Вы качаете головой, соглашаетесь со мной? Нет, я не просто соглашаюсь, я вообще апологет этого. То есть лучше пищи, которые, или продуктов, которые произведены своими руками, или доставлены с рыбалки, или после охоты, наверное, лучше и здоровее этой пищи нет. Поэтому стремитесь к тому, чтобы на вашем столе всегда была здоровая пища. Так что, народ, не ленитесь и ловите мгновение лета. Александр Соболев, эндокринолог, главный врач Кировской клинической больницы номер 7, имени Юрловой, был сегодня гостем программы. Благодарим нашего партнера, компанию Ключ Здоровья. Желаем всем здоровья, а мы тему здорового образа жизни обязательно продолжим. Задавайте вопросы на сайте Эхо Москвы. До свидания, всем удачи и здоровья. Спасибо.